здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая я стою около куста роз и вы понимаете о чем пойдет речь значит я всегда когда собираюсь купить розы у меня всегда одно желание купить 3 минимум 5 максимум одинаковых роз то есть одного сорта естественно одного цвета почему да все очень просто а просто все только потому что мне очень нравится когда куст розовый вот такой пышный когда это действительно зрелище ну что толку что я куплю пять разных да красную желтую белую там розовую я в этом красоты особо и не вижу для меня цветы они должны быть много пышные зрелищно очень я и букеты такие люблю и не понимаю три цветочка это чудо букет такой вот здесь посажено 5 кустов роз это куина елизабет мы это роза необыкновенная это дитя флорибунды и чайно-гибридные розы это роза должна быть вот такой высокой но цветов у нее в отличие от чайно-гибридные должно быть столько сколько у флорибунды а флорибунда вот такая невысокая вот представьте что это роза замученная она не достигла высоты которая и положена она зацветает некоторые там дохлый совсем один кустик он уже отцвел один куст пропал осталось три полноценных куста я надеюсь что на следующий год это роза она будет именно такой как ей положено быть посмотрите какие у нее чистые листья нет ни одного пятнышка вот тут какая-то сволочь ее съела но я уберу в надежде что там может быть просто вредитель видите что сделала прям выедает это могут быть кто угодно листоедов очень много великая масса просто разнообразно значит вот посмотрите сколько бутонов вот это один куст видите вот считаем вот тут уже отцвел вот упал цветочек убираем его значит раз два три это будет цвести 4 5 это будет цвести 6 7 8 9 10 скажите мне пожалуйста где это вы видели на чайно-гибридной розе чтобы сразу цвело 10 бутонов в первый год нигде и никогда чайно-гибридные так пышно не цветут и ростом великим не отличаются вот эти розы которым относится и куина елизабет королева елизавета они относятся группе шрабов и их можно назвать парковыми их можно назвать и правильно грандифлора то есть очень большой цветок вот я за что люблю эти парковые у них количество цветков как у флорибунды у флорибунды а цветы как у чайно-гибридных такие бокалы и иногда расцветая не все конечно сорта этих роз но половина то точно расцветая не показывает серединку желтую это же красота неописуемая у куина елизабет у нее не тонкие лепестки они такие плотные грубоватые очень нежно розового цвета и они распускаются при любой погоде заметьте что есть такая проблема у розовых кустов когда идет дождь мелкий как сито как через сито сеется роза набрала бутон она готова его открыть а этого не происходит почему а потому что у нее тонкие лепестки и намокнув они слипаются так сильно что открыться не могут и они начинают сохнуть сверху и гнить внутри поэтому выбирая розы всегда читайте описание к ней какие у нее лепестки и сколько их штук от этого тоже зависит покажет она вам серединку или нет если у нее 30 лепестков покажет серединку а сегодня 60 70 не покажет серединку английские розы это розы дэвида остина они у них настолько плотная шапка и за лепестков причем с рисунком такое впечатление как будто там несколько роз вместе вот так вот сдавили они никогда середину не показывают у них вот такие цветы но только бокал вот такой невысокий но мы говорили про эту розу вот сейчас она будет свести до ее время наступает конец августа в этом году и начало сентября и вы уж пожалуйста если роза отцвела не отрывайте ей коробочку с семенами вот они коробочки видите она их скоро образует и если вы оторвете вот так то роза как хорошая мама потеряв своих деток то есть семена она тут же начинает выпускать побеги все что есть там у нее в запасе в корневой системе она все выбросит в виде побегов новых но на улице осень понимаете и у нее не будет времени восстановиться поэтому вы убираете только лепестки коробочки оставляете тогда роза будет все мирно и спокойно складывать в корни на следующий год но мы еще вернемся к розе потому что и уж в этом году я точно покажу как ее правильно и когда обрезать и как ее укрыть на зиму ну на этом пока все а курина элизабет одна из самых красивых роз это правда ну и у нее есть конкурентка это глория деи чайно-гибридная но красоты необыкновенной на этом пока до свидания а а